Сегодняшняя наша встреча пизнавальна та незвычайна. Наталочка, как и украиночка, запасливая жиночка. Так, ну вот, Наташенька решила показать, сколько тут всего хранится, всяких закруток, баночек на зиму. Посмотрите, сколько там всего. Вот видите, вот такая будет красивая айва, а после того, как мы вот сварим три дня, будем варить айвовое ботинье. Наташенька, ну вот скажи, будласочка, а что это у нас такое? Вот тут нарезано. Я порезала айву. Айву? Вот такую. Ага, соломкой. Вот, то есть соломкой. Ага. И поставила вместо сахара, чтобы она отрежалась, чтобы они отвердели, подтвердели все это самое. И потом, вот когда будет варить тесто, Когда мы будем варить, да? Это же потом варить надо будет? Будем варить. Но это потом. Вот после того, как они будут тверже становиться, чтобы они не ромали, чтобы они были вот такие, вот, когда вот в это поставили, чтобы они красивые были. Вот так. Сахар их немножко отвердеет. Ага. Ну, то есть оно как бы берется в такую, ну, чтобы не каша была из-за айвы, да? А именно... Они должны красиво быть. Каждая отдельная айвинка, да? И вкусная. А сколько ты сахара бросила вот на этот чан? Килограмм. Килограмм сахара? Да. Ну и... Семь-восемь килограмм в воду. Айвы это. Айвы. Ну, понятно. Ну, а ты когда уже варить будешь, ты же не будешь воду добавлять или нет? Только сахар и айва, да? Только сахар и айва. Мы его до кипения. Ага. Это сами остановим. Ага. На целый день, потом вечером снова приходим. Ух ты. То есть вот оно сейчас у нас стоит вот с утра и будет стоять, так сказать, до вечера в сахаре. В сахаре. Да. А потом будем... И потом будем, пока она вот накипит. Если начинает уже кипеть, немножко помешаем. Ну, осторожно. Ага. Оно не ломало все. Да-да-да, красоту, чтобы оставить. Видишь? Да-да-да. Оно начинает уже вот сок. Оно пускает сок. Вот, посмотри. Да-да-да. Вижу-вижу-вижу-вижу-вижу на дне. Это не вода, а сок. Это сок уже с айвы. Угу. И оно еще будет... Еще будет пускать сок. Сок, да, будет пускать. И когда будем его кипятить, оно будет видно, что оно кипит. Понятно. И остановим. Немножко вот помешаем. Да-да-да. И так три дня. Вот, посмотрите, дорогие друзья, какая замечательная айва растет у Наташеньки на даче. Посмотрите, это просто произведение искусства, природы. Вот она... Я не могу... Она все-таки, ну, твердая, да, айва? Очень. Она очень твердая. Ее тяжело даже резать, вот насколько я знаю. Ну, посмотрите, какая она крупная. Прям вот, вот, прям, посмотрите, как большое яблоко. Ну, запах у нее... Вот, а запах сладкий. Она закрыта вот пухом, видишь? Ага, да-да-да-да-да-да-да. Вот это если возьмешь... Ага, скатывается чуть-чуть. Она уже... Вот, скатывается. То это значит, что спелая, да? Да. Ага, все понятно. Не то, что спелая, а она держится больше... Как держится... Она не... Как... Потопнеет, или как это... Знаешь, в оболочке. Ну, да-да, я вижу вот в таком... Вот, да, они в оболочке. И на зиму можно их держать. А-а-а, то есть оно будет, может храниться лежать... Храниться больше. До зимы? А если, видишь, вот это вот так... А если снять... Так она будет меньше держаться. Ага, все, поняла, поняла. Кушать можно ее и это самое. Ну, то есть, если она уже вот с этим пуском, то значит, она созрела, ее можно кушать, да? Ну, это самое. Можно держать даже на зиму. Ну, хорошо. А кроме варенья, ну, еще кушать... А, компот. И можно кушать ее так. И можно кушать так тоже, да? Вот. Очень интересно... Ну, попробуй. Попробовать. Да. Очень... Очень вкусная. Да. Она... Ну, я не могу сказать, чтобы она была кисленькая. Она так, средняя кислая. Чуть-чуть, да. Ну, она вкусная. Кушаешь ее. И зимой, и... Ну, можно компот делать, можно... Ну, интересный фрукт. Обращаю ваше внимание, что мешаем мы деревянной лопаткой, деревянной ложечкой. Вот. Обратите внимание, вот ближе к вечеру, как уже айва осела. Вот она как будто бы осадочек дала такой, да? Осела. Чуть-чуть ниже стала. То есть, больше пустила сока. И опускается туда, вниз. Вот. Скоро будем, наверное, кипятить первый раз. Мы поставили на огонь нашу айву. Она должна закипеть. Один разочек. Да, ух ты, сколько сока уже. Да, да, да. Ну, вот я слушаю, я слышу, как оно... Шипит. Да, кипит. Ну, всё. Её оставим. Да, закипело и останавливаем. Очень много сока вышло. Ну, она же в конце... Утром было на дне, а теперь полкастрюли, пол этого казанка уже сиропчика, водички. Ну, и, наверное, к утру оно тоже осядет ещё, да? Конечно, ещё. Вот, накрыли крышечкой и будем ждать. Будем ждать. Будем ждать. Посмотрим завтра, какая нас ждёт картина. Второй день. Мы утречком встали и вот ещё раз поставили, чтобы закипело наше будущее варенье из-за ивы. Так, увидишь, здесь... О, сколько сока! Угу, сиропчика. Аккуратненько мы вмешаем, да? И оно уже закипело и выключено, да? Она слышала, что-то пипело. Угу, угу. Да. Красивенькая такая стала, жёлтенькая. Мы её на коваре не выключаем. Всё. И мы, в следующий раз, мы когда будем кипятить? Вечером? Угу. Ну, ждём вечера. Так, вот мы третий раз ставили закипеть. Уже очень хорошо осела айва и очень много этого сока, сиропа. Даже по сравнению с утром, вот уже сейчас ближе к вечеру. Ну, посмотри. Ага. А-а-а, прозрачно, слушай. А-а-а, красиво. А-а-а, прозрачно, слушай. А-а-а. 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 Ну, мы четвёртый раз, да, включаем. Это последний раз. Четвёртый, последний раз. Вот. Вот. Картина красива. И очень много сиропа. Вот я прямо вижу, вот уже прямо сразу сиропчик. Сразу сиропчик. Вот видите, процесс идёт. Кипит хорошо. Так, друзья, я достала уже маленький черпачок. Но это не такой, которым суп наливают. А маленький, да. Чтобы он зашёл в баночку, вот этим черпачком мы будем наливать варенье. И начали. Так. Не нужно стерилизовать, ничего. Ага. Видишь? Я беру с немножко вот... С сиропчиком, да? С сиропчиком. Вона, когда она стыла, шоу... А сироп не будет, когда будет поставить. Ага. Можно это... Подивіться, яка в нас вийшла смакота. Отже, дякуємо Наталиці за цей рецепт. Подписывайтесь на мой канал и ждите новых рецептов. До встречи!